Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президент, хотелось бы представить вашему вниманию доклад на тему 3D-технологии индивидуального протезирования в онкартопедии. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день 3D-технологии являются очень бурно развивающейся отраслью во всем мире. Данные технологии используются во многих сферах жизни, например, в машиностроении, в промышленности, в архитектуре, науке образования, а также в медицине. На сегодняшний день лидерами по продаже медицинских 3D-изделий являются Соединенные Штаты Америки. Если говорить об актуальности применения 3D-технологий конкретно в онкартопедии, то стоит отметить, что для реконструкции костных сегментов после резекции таких анатомических локализаций, как бедренная кость, дистальная и проксимальная часть, плечевая кость, большеберцовая кость, проксимальная треть, то золотым стандартом является использование стандартных онкологических эндопротезов, которые обеспечивают удовлетворительный, хороший функциональный результат. Однако остается актуальным вопрос, дискутабельным, о реконструкции костных сегментов после резекции таких анатомических локализаций, как кости таза, лопатка, ключица, для которых в настоящее время не созданы универсальные модели эндопротеза, которые обеспечат хороший функциональный результат. К возможностям применения 3D-технологии вонко-ортопедии в первую очередь хотелось бы отнести компьютерное моделирование. С участием биоинженеров на основании персональных данных пациентов создается 3D-модель кости с опухолевым поражением, определяются точные края резекции с учетом принципов радикальности, также моделируются формы шаблонов, при помощи которых возможно выполнение радикальной резекции и при необходимости возможно моделирование самого эндопротеза для реконструкции образовавшегося костного дефекта. Также к возможностям применения 3D-технологии вонко-ортопедии, как уже было отмечено, стоит отнести создание самих индивидуальных имплантов, при помощи которых выполняется реконструкция костного дефекта. Применение и создание индивидуальных шаблонов для выполнения точных и радикальных резекций, либо же, например, для проектирования траектории установки винтов, например, при трансподикулярной фиксации в позвонки при различных хирургических вмешательствах на позвоночнике. Также стоит отнести к возможностям 3D-технологии создание макетов для обучения предоперационного планирования. Кратко остановлюсь на опыте применения 3D-технологий в МИЦ-онкологии имени Николая Николаевича Блыхина. Первое применение в РОНС было выполнено в 2004 году. Была создана полноразмерная стерилитографическая модель для предоперационного планирования. Первое замещение дефекта костей таза с использованием 3D-импланта зарубежного производства было выполнено в 2007 году для пациентки саркома и юинга. В 2017 году разработан и установлен первый отечественно персонализированный имплант, изготовленный методом 3D-принтинга для пациента с остеосарком и подвздошной кости. Хотелось бы остановиться на конкретном клиническом случае и рассказать об поэтапном обследовании всех пациентов данной группы. Стандартными методами являются рентгенография, УЗИ, ПЭТ и морфологическая верификация. После чего определяется индивидуальный онкологический прогноз пациента, создается КТ-визуализация опухолевого процесса и модель в формате STL. После чего, как уже было отмечено выше, с участием биоинженеров создается компьютерная модель кости с опухолевым поражением, определяются границы резекции с учетом принципов радикальности, создаются шаблоны для выполнения этих резекций и модели самого эндопротеза для реконструкции костного дефекта. На третьем этапе выполняется прототипирование операции, создается модель самой кости с опухолевым поражением различными способами 3D-принтинга. На четвертом этапе также при помощи 3D-принтинга создается сам эндопротез и шаблоны для выполнения резекций. Пятый этап – это само хирургическое вмешательство. На данном слайде представлены завершающие этапы операции, которые заключаются в установке сетки и устранении мекотканного дефекта. Исследование макропрепарата является важным для оценки радикальности выполненного хирургического вмешательства и определения соответствия предоперационного планирования и выполненного хирургического вмешательства. На данном слайде представлена рентгенография данной пациентки, которая была выполнена через 5 дней после операции, и видео, снятое через 3 недели после операции. Как видно по результатам рентгенографии, результаты хирургического вмешательства полностью соответствуют предоперационному планированию. В данное исследование было включено 19 пациентов с локачественными заболеваниями костей таза, которым были выполнены хирургические вмешательства с 2017 по 2019 год в объеме удаления опухолей с реконструкцией индивидуальным имплантом. В исследование вошло 12 мужчин и 7 женщин. Средний возраст пациентов составил 45 лет. Из них у 10 пациентов была диагностирована хондросаркома, у трех – остеосаркома, в двух случаях это был метастаз рака почки, и по одному случаю – парастальную остеосаркома, десмопластическая фиброма и фиброзная дисплазия. По результатам, среднее время разработки и изготовления самого импланта составило 12 дней. Среднее время операции составило 7 часов, средний объем кровопотери – 2,5 литра. Все резекции выполнялись под контролем навигационной системы или с применением индивидуальных шаблонов. При морфологическом исследовании края резекции диагностированы как R0 у 18 пациентов и R1 у одного пациента. К осложнениям. Один пациент умер от прогрессирования основного заболевания через 12 месяцев после операции. Один пациент умер от острого нарушения мозгового кровообращения в раннем послеоперационном периоде. Один пациент умер от тромбоэмболии легочной артерии в раннем послеоперационном периоде. И одной пациентке выполнено удаление эндопротеза через полтора месяца после операции из-за его инфицирования. Пациентка умерла через 3 месяца после операции от ТЭЛа. Если смотреть по осложнениям по шкале ИЗОС, то тип 1А, как уже было рассказано в предыдущем докладе, не буду подробно остановиться, тип 1А был отмечен у одного пациента, у него был диагностирован вывих бедренного компонента эндопротеза, расхождение краев раны тип 1Б был отмечен у двух пациентов. Тип 1А, ранняя асептическая нестабильность отмечена у одного пациента, разрушение конструкции фиксирующих винтов тип 3А было диагностировано у двух пациентов, у одного из них поломка фиксирующего винта была диагностирована при помощи рентгенологических методов исследования клинических проявлений и болевого синдрома не было, в то время как у другой пациентки помимо данных рентгенографии также отмечается болевой синдром. Инфицирование в раннем послеоперационном периоде отмечено у одного пациента и прогрессирование опухоли в виде рецидива в мягких тканях тип 5Б отмечено у одной пациентки. Создание индивидуальных имплантов других анатомических локализаций с применением 3D-технологий. На данном слайде представлены результаты МРТ-исследования пациентки 47 лет с диагнозом гигантоклеточная опухоль пятой пясной кости левой кисти на состоянии посттерапии деносумабом. По данным исследований отмечается положительная динамика, с участием биинженеров создана 3D-модель с опухолевым поражением, создан дизайн самого замещающего импланта, после чего пациентке была выполнена операция в объеме экстерпации пятой пясной кости с замещением дефекта индивидуальным имплантом. Как функциональный результат представлен был на видео. К перспективам использования 3D-технологии в онкар-топедии можно отнести совершенствование поиска новых способов производства протезов, поиск новых материалов, которые используются для создания индивидуальных имплантов, разработка оперативных вмешательств и дизайна самих имплантов для онкологических пациентов с учетом персонализированного подхода. Возможности применения 3D-биопринтинга, уменьшение временного промежутка от момента первичного обращения пациента до момента окончательного изготовления 3D-паротеза и создание эффективной экономической модели лечения данной группы больных. В заключение хотелось бы отметить, что междисциплинарный персонализированный подход с применением компьютерных и 3D-технологий позволяет выполнять радикальные операции и адекватные способы реконструкции костных сегментов у пациентов с злокачественными образованиями костей сложных анатомических локализаций с хорошим функциональным результатом. Однако требуется проведение дополнительных мультицентровых исследований и анализ накопленного опыта. В качестве обсуждения хотелось бы продемонстрировать клинический пример применения индивидуальных шаблонов для краевой резекции. Летом 2019 года к нам обратилась пациентка с диагнозом параостальная остеосаркома левобедренной кости. В 2018 году ей была выполнена нерадикальная операция по месту жительства. Обратилась к нам для определения дальнейшей тактики лечения. С учетом местно-агрессивного роста опухоли, анатомического расположения, поражения, возраста пациентки, как было отмечено ей 29 лет, было принято решение на первом этапе выполнения краевой резекции опухоли. С участием, при помощи биоинженеров была выполнена компьютерная модель бедренной кости с опухолевым поражением, определен объем операции, определен дизайн шаблона для выполнения радикальной операции. В июле 2019 года пациентке выполнена краевая резекция опухоли с применением 3D-технологий. В настоящий момент, через 3 месяца, по данным контрольных обследований, данных за прогрессирование основного заболевания у пациента нет. На данном слайде представлен функциональный результат пациентки. Она ходит без дополнительных средств опоры, без использования ортезов. Хотелось бы обсудить возможности варианта реконструкции дальнейшей у данной пациентки при необходимости. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ